Всем добрый день! Мы начинаем с вами очередной ролик с пляжа еще по Калатовски 1, где даже зимой загорают люди. Кто-то загорает, кто-то в куртки ходит. Я так универсально, это просто футболка, легкая куртка, ветровка. На самом деле тепло, хотя дует ветерок. Продокс какой-то. Ну а мы с вами, видите, женщина тоже отдыхает. Отправляемся в сторону. Так сказать, какие они у нас получаются? Северные пляжи. Стороны северных пляжей. Санта-Марина, вот это Санта-Мария. Забыл, как называется это высотное здание. В общем, какой-то Санте. Погодка. Сами видите, какая. Несмотря на то, что уже конец ноября, народ прогуливается. Есть отдыхающие вот такие. Хотя, может, местные тоже гуляют, кто его знает. Отель Арман, есть свободные места. Ну а сейчас, думаю, сейчас у всех, наверное, этих свободных мест очень даже много. Можно залезть на наблюдательную вышку и оттуда наблюдать за пляжем Гренада. Ну, наблюдать пока особо нечего. Даже, кстати, электронное табло, которое там было. О, а туалет-то работает. Показывающие температуру воздуха убрали. Но все равно, смотрите, не так-то уж и пусто. Люди гуляют. Мудро и в очках. А я вот не взял. А знаете, как с затылок солнышко припекает. Все равно слепит глаза. Но это я вам показывал, что куда. Петербург 226. Краснодар. О, извините, 2276. Краснодар 210. Москва-то еще 570. А Гадюкино там. Вот так вот нелестно опозвались о нашем населенном пункте. Гадюкино. Я сам называю так периодически. Все заколочено. Вот видите. На всякий случай. А случаи бывают разные. Мамашки гуляют с детьми. Встречаются саперы. Шланг типа тарзанка. И тепло. У меня такое впечатление, что я буквально вчера здесь проходил. Вчера показывал вам эти места. Хотя, признаться, надо, что я не частый гость. У пляжа Судоверфи. Ходят слухи. Максимально приближенные к реальности. Что эта земля Судоверфи уже будет. То ли распродана, то ли имеет уже целевое назначение. И будет здесь строиться какой-нибудь очередной. Типа что-то. Отеля, может быть. Не отеля. Ну, в общем, что-то связанное с приемом отдыхающих. Может, какой-нибудь базовым. Да, здесь участок достаточно свободный. И мы с вами говорили на эту тему о том, что здесь бы неплохо сделать аквапарк зимний. О чем раньше и говорилось. Ну, поменяли. Поменяли аквапарк или гостиница. Конечно же, гостиница приняла решение руководства полномочное распределять. Точнее, что там полномочное. Ну, в общем, участком этим распоряжаться. И я так понял, что мы не увидим здесь зимнего аквапарка. А очень жаль. Непосредственно для Лазовского было бы здорово. Чтобы была какая-то инфраструктура, связанная с развлечениями в зимний период. Да, я думаю, летний бомб тоже не поставал бы. Посмотрим. Вообще, на этот участок планы большие. Я не знаю, у меня... Я планировал в другом ролике там про улицу Алдойского рассказать. Ну, здесь я скажу и в том, что здесь планируют строить очередную марину. Фотографию я, возможно, даже прилеплю. Посмотрите. Под одним из роликов она точно будет. Либо под этим, либо вот... Пора! Вот эти маленькие домики по улице Алдойского. Сами посмотрите. Вот. Марина. По-прежнему там продаются квартиры. Номер продиктую. Несомненно. Ну, а с этих мест уже никогда не выйдут сюда. Скорее всего. Все находится в таком. Хотя нет, сюда еще выйдут. Он там один стоит. Заныканый. Все в разрушенном состоянии. Такое не очень красивое, конечно. Для курортного города. Ну, не совсем то, что мы хотели бы видеть. Наверное, и вы, и мы. Но и проекты, которые предстоят реализовать, тоже немножечко волнуют. Как местных жителей, так и думаю, и вас тоже. Так как этот пляж, возможно, исчезнет. В прямом смысле этого слова. Здесь будет начинаться где-то уже эта самая Марина. Но, с другой стороны, если, опять же, я правильно понял, то, возможно, пляжи будут отсыпаны перед самой Мариной. Там можно будет уже прогуляться по зеленке какой-нибудь и, в том числе, позагорать. Посмотрим, что будет. Золотые камни. Наше море несет золотые камни, товарищи. Хатапури по-аджарски. 350 рублей. Сладкая вата. Побкорн, мороженое. Не знаю, в этих краях. Гуляют, конечно же, люди. Но, наверное, все-таки не в тех количествах, как в центре. Дело в том, что раньше, еще сравнительно недавно, я уже не один раз вам это рассказывал, что когда можно было пройти через железнодорожную станцию Лазовская, народа здесь, в этих краях, было гораздо-гораздо больше. Теперь же нет. Теперь приходится обходить по социалистической, либо там вот в районе торгового центра Бирюза, поэтому эти пляжи, как правило, свободны. Есть шанс сюда тоже приехать на машинке, а, допустим, поставить ее где-нибудь погулять. Ну, я имею в виду, позагорать, погулять. Итак, аренда продажи квартир. 8,918, 471, 2,052. Вот. Ну, конечно, сами понимаете, ценовая политика. Ой. Космическая, судя по всему, должна быть. Насколько я знаю, там шла сумма, ну, это опять же нашла до подорожения, там 15 миллионов, что ли, была квартирка какая-то стоит. Неплохая, судя по размерам. Ну, для меня дороговато все равно. Ее выкупили, и, насколько я знаю, теперь продают уже порядка 30. Как бы вот так. Ну, а я уже заканчиваю этот ролик. Мы на пляже Морской Бриз. Самый, на мой взгляд, свободный пляж в летний период. Простите меня, Александр. Скажет опять спали улыбные места. Мы посмотрим, что будет дальше. Как, что изменится, когда построится Марина. Ну, еще вопрос, конечно, когда ее будут строить. Это большой-большой вопрос для нас, для всех. Будут ли строиться? Чей счет банкет? Все это мы узнаем потом. Всем пока. Привет из Лазарьского. А мы пойдем дальше. Туда.